МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы насыщены цветом, свойственным Фриде Каллое, при этом нагружены мыслями и юмором, которые несет рок-музыка. Интересная выставка в Архангельске. Ни одно образовательное учреждение Архангельска не закрыто на карантин, как сообщает городская администрация. КОВИД-19 сегодня диагностирован у 41 ученика. В детских садах заболевание подтверждено у 14 малышей. В образовательных учреждениях усилены санитарные меры. Теперь за каждым классом закреплено отдельное помещение. В кабинетах со спецоборудованием, например, химии или физики, проводится дезинфекция после каждого урока. Что касается районов, то на карантин в школах закрыты лишь отдельные классы. Прокурором Новодвинска утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы города, которая оставила своих малолетних детей запертыми в квартире. 14 октября женщина, заперев двери квартиры на ключ, оставила детей 2 и 7 лет без присмотра на длительное время. А сама направилась к подруге, с которой употребляла спиртные напитки. Находясь без контроля взрослых, в ночное время 15 октября 2020 года двухлетний мальчик самостоятельно залез на подоконник, где, оперевшись на москитную сетку, которая не выдержала его веса, через оконный проем выпал с высоты второго этажа. Избежать трагедии удалось ввиду того, что ребенок был своевременно обнаружен посторонними лицами, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. В больнице мальчику оказана необходимая помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Уголовное дело будет направлено мировому суде для рассмотрения по существу. Бесплатно получить удостоверение по прохождению курса по охране труда. Такая возможность появилась у представителей сферы малого и среднего предпринимательства Архангельской области. 1 декабря состоится семинар на тему «Эффективная коммуникация в коллективе», а 2 декабря на семинаре «Новое поколение потребителей» или «Как поколение Z меняет вселенную» обсудит особенности потребителей будущего. Кроме этого, предприниматели могут подать заявку на бесплатное обучение одного из сотрудников по охране труда. Его ждет 40 часов образовательной программы, после прослушивания которой необходимо будет пройти тестирование. Подробнее на сайте мойбизнес29.рф мероприятие реализуется Дома молодежи Архангельской области в рамках проекта «Ты предприниматель» при поддержке Агентства регионального развития. Так называемая мусорная реформа шагает по стране уже почти два года. В Архангельской области она стартовала лишь в 2020-м. Напомним, летом 2019-го организация, выбранная рекоператором по обращению с ТКО, самоустранилась от исполнения своих обязанностей. С января они возложены на нового регионального оператора компанию «Экоинтегратор». Ее руководство провело пресс-конференцию, чтобы рассказать журналистам о промежуточных итогах года и, конечно, о существующих проблемах. Более миллиона жителей Архангельской области сегодня получают услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Такие данные озвучил на пресс-конференции руководитель «Экоинтегратора» Дмитрий Кузнецов. За 11 месяцев работы рекоператор увеличил охват населения с 70 до 90%. Впервые запущены маршруты по вывозу отходов в Устьянском, Пинежском, Мизинском, Велеготском и Ленском районах. Региональный оператор приобрел 2575 евроконтейнеров. Свои обязательства по закупке контейнеров в этом году мы выполнили. В течение года закуплены и выведены на маршруты 35 современных мусоровозов стандарта Евро-5. Вложений много, с отдачей проблемы. В сети то и дело появляются призывы не оплачивать вывоз мусора. Только вот долги все равно взыщут через суд. А судебные издержки лягут дополнительным финансовым бременем на плечи граждан и юридических лиц. Впрочем, проблема не только в неплательщиках. По словам руководителя эгоинтегратора, работу буксует, например, из-за отсутствия площадок временного накопления. Складировать мусор некуда. Приходится возить его за 3-9 земель. В ряде поселений приходится мусор увозить через паромные переправы на отдаленные от поселения полигоны. Транспортное плечо при этом может достигать 200 километров. А в зимнее время это вообще невозможно из-за закрытых переправ. Решение о создании ПВН принимают муниципалитеты. Но сегодня в области таких площадок лишь 17, а должно быть 48. Несоответствие территориальной схеме ведет к дополнительным расходам рекоператора. Тоннаж дорог, то же самое. Можно нарисовать маршрут, что можно проехать, а там будет мост с ограничением в полторы тонны. Например, даже газель она уже не может пройти. А в территориальной схеме вот показано, что можно. То есть, вот нужно устранить все вот эти недоработки. На пересмотре территориальной схемы настаивает не только экоинтегратор, но и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Айман Тюкина. Были, вы как знаете, инсенераторы. Отказались тоже от этого пути. У нас в территориальной схеме фигурировали строительство опорных объектов. И для гламерации он должен был в 2021 году заработать. К сожалению, пока даже нет земельных участков. Профессиональный эколог уже несколько месяцев изучает ситуацию с вывозом мусора в районах. Инспектирует свалки вместе с прокуратурой. Множественные нарушения, по ее мнению, связаны не только с непониманием важности реформы на местах. Дело и в корыстных интересах. В районах не у всех перевозчика есть у нас ГЛОНАСС. Не на всех объектах ведется учет, в том числе весовой контроль. Многие недобросовестные перевозчики, они заключают договор с юридическими лицами на отходы, которые не относятся к целого-коммунальным отходам. Везут это все под видом ТКО. На полигонах не досматриваются. Так, по словам Тюкиной, на свалку вместо ТКО попадают промышленные медицинские отходы. По мнению спикеров пресс-конференции, изменить ситуацию может жесткий контроль за стороны надзорных органов. Возможно, даст эффект и определение новых перевозчиков. Рекоператор выставил на торги 8 лотов. Именно на столько участков условно поделена область. Кто займется их обслуживанием, узнаем к 20 декабря. Алексей Карельский, Александр Кузнецов, Регион 29. К другим темам в Поморской артели открылась выставка картин Ивана Тарутина и питерского музыканта Михаила Башакова. В Архангельске он не в первый раз, но познакомиться с ним как с художником зритель смог только сейчас. Алексей Макеев побывал на открытии. Михаила Башакова многие знают по песне «А кто такая Элис?». Лет 15 назад она гремела, можно сказать, из каждого утюга. Сегодня поклонники творчества могут узнать артисты и как художника. Про себя мы называем это яичница, вот, у меня под крылом солнца. Подумал я, да, закончил эту картину и написал песню такую. Даже опытный зритель сразу и не определит, что было первее – яичница или музыка. Работа насыщена цветом, свойственным Фредди Каллой, при этом нагружена мыслями и юмором, который несет рок-музыка. Банальная фраза «талантливый человек, талантлив во многом», это вот как бы вот оно ярко здесь выражено. Интересные работы, которые абстрактные, то есть очень много смыслов. И тут нужно очень много времени, хочется смотреть, смотреться, погружаться в это все. Идея объединить изобразительное искусство и музыку в музейном пространстве не нова, но в Архангельске людей, которые совмещают в творчестве оба направления, немного. Я пригласил Мишу, знаю, что он занимается живописи, и музыканты, а я завалюсь музыкой и живописью. Поэтому я думаю, что будет такое продолжение музыканты и живопись, или музыканты в живопись. Для Михаила Башакова такой формат тоже в новинку. Я никогда не видел своих работ с такого расстояния и в таких обстоятельствах. То есть концепция – это просто вот новый шаг, вот так скажем, вообще. А ведь я писал, и у меня была выставка 20 лет назад. Трудно представить, что человек всю жизнь, занимаясь музыкой, может сделать что-то выдающееся в изобразительном искусстве. Поэтому и отношения не предвзятые. Это интересно, это любопытно, это живо. Здесь есть элемент детства. Может быть, хотел сказать дзен, но это вряд ли, потому что это немножко другое. С творчеством Ивана Тарутина и Михаила Башакова можно будет познакомиться в Поморской артели до 25 декабря. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Регион 29. Не остаться в стороне. В АГКЦ прошел благотворительный концерт, посвященный Ренате Курбатовой. Напомню, у певицы диагностировано онкологическое заболевание. Мероприятие провели ее друзья. Так они решили поздравить артистку с юбилеем. Светлая, чистая, талантливая. Такое знают Ренату Курбатову, поклонники и друзья. Узнав о большой беде, пришедшей в жизнь заслуженной артистки России, они объединились, чтобы помочь и поддержать любимую певицу. В субботний ноябрьский вечер и те, и другие собрались в зале АГКЦ на благотворительный концерт, который несет в себе еще одну миссию – поздравить Ренату Николаевну с юбилеем. Я вижу образ твой. Именинница не смогла лично поприсутствовать на концерте, но образ ее в каждом поздравлении. В этот вечер на сцену вышли близкие друзья и коллеги Ренаты Курбатовой. Это Тим Дорофеев, Ольга Ружникова, Атара Светлана Малишава, Олег Клишев и множество других музыкантов Архангельска. А потому что человек чистый, светлый, никогда не слышал от нее ни отказа по-музицировать совместно. И всегда с ней было очень хорошо и комфортно относительно и профессиональных, и человеческих взаимоотношений. Сейчас Рената Николаевна находится на лечении. Оно бесплатное, но работать пока не получается. Друзья объединились, чтобы финансово поддержать артистку. Мы, конечно, сразу, ну это у большинства артистов сразу, как узнали, что у Рената такая проблема, такая беда случилась, надо делать концерт. Это не то, что вот там меня позвали, я согласилась. Просто это было единодушное решение всех. Чувство локтей у артистов, оно, знаете, хорошо развито. На этом череда благотворительных концертов не заканчивается. В следующий раз друзья Ренаты Курбатовой соберутся уже на сцене Поморской филармонии 2 декабря. Наталья Пулина, Ольга Красулина, Регион 29. Первую победу в новом сезоне одержал архангельский водник. На выезде наша команда минимально переиграла ульяновскую «Волгу». Игра получилась напряженной, команды большую часть времени шли вровень. К концовке первого тайма водник провалится и на перерыв уйдет, отставая на два мяча. Положение удастся выправить на второй половине, но окончательно судьба встречи была решена в самой концовке. Победный мяч в ворота Волжан забил Павел Пожилов. Итог 7-6 в пользу водника. Настрой был запредельный, мы же где-то паниковали. Ну, слава богу, что во втором тайме все сложилось хорошо для нас. Эта победа, можно сказать, нужна была именно такая. Мяч в один мяч. Ну, слава богу, что мы выиграли, двигаемся дальше. Я думаю, все будет хорошо. Другая профессиональная команда региона, мини-футбольная Северная Двина, не может победить уже пять игр подряд. В матче 10-го тура высшей лиги северяне уступили на своем паркете клубу «Спартак» Донецк. Гости с первых минут действовали активно и быстро повели в счете. Разница в один мяч сохранялась большую часть игры. В концовке архангелогородцы выпустили пять полевых, но безуспешно дончане же довели результат до крупного поражения Северной Двины 2-6. К этому часу все. Ждем вас на нашем канале в 19. Ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова